Дай мне до самого конца, единоборствуя с собою, Остаться с факелом гонца, горящим над кромешной мглою. Пётр Проскурин. Зов вершин. Дети Большой войны. Так можно назвать плеяду советских писателей, которые пришли в большую литературу в начале XX века. В силу юного возраста многие из них не принимали участия в боевых действиях. Многие дни оккупации, вистелицы и расстрелы, голод, ненависть и надежда – такие недетские воспоминания они сохранили в своей памяти. К поколению писателей, которые родились перед войной, принадлежист и Проскурин. Пётр появился на свет 22 января 1928 года в селе Косицы, Брянской губернии, неподалеку от города Севска. Из воспоминаний Петра Лукича Проскурина. Корни мои сугубо крестьянские. По отцовской линии в семье было две дочери и три сына. Мать тоже вышла из бедной крестьянской семьи, пять маленьких детей. К тому же рано оставшийся без отца, умершего от холеры. С восьмилетнего возраста мать моя пошла нянчить детей, а через год ибо трачить к помещику. На свет я появился в кростовском посёлке Косицы в тот год, когда в посёлке организовывался колхоз. В детстве всё время зелёное и голубое. Время кажется бесконечным. С возрастом остаются влекущие миражи детства и юности. Я помню мать свою только в вечной работе. Высокая, молодая, статная. Она то стирает, то гонит на луг гусей, то спешит на база, то колдует над плитой или топит печь. Вторым человеком, которого одного, кроме матери, я любил, больше всех остальных на свете мне была дорога первая учительница Александра Митрофановна. Она подарила мне необыкновенную книгу «Слово о полку Игореве». И вместе с этой жемчужиной, которую я уже скоро знал наизусть, я получил Тараса Будьбу. Проходили годы, забывались дорогие люди, и только улыбка и голос первой учительницы продолжал согревать душу в самые невыносимые моменты. Вторжение гитлеровцев прервало мирное течение жизни в Тихом Севске. Спустя два месяца после начала войны город был захвачен немецкими войсками. Начался период оккупации. От ужасов войны его спасали книги, вспоминал Проскурен. Петр продолжал неистово читать. Мать считала это блажью и не одобряла. Но учительница Александра Митрофановна тайком передавала своему ученику литературу из домашней библиотеки. В то же время будущий литератор начал сочинять стихи. Писал на всем, что попадалось под руку, на обрывках немецких газет, на безжалостно вырванной из бабушкиной Библии страницы. Это стало какой-то неосознанной жизненной потребностью. Среди кошмаров войны и страха перед завтрашним днем возникла душевная потребность поэтического самовыражения. Любовь к поэзии сохранилась на всю жизнь. После окончания школы Петр Проскурен трудился в колхозе. Позднее он вспоминал, что работал каменщиком и плотником, сеял хлеб и пахал. В тяжелое послевоенное время жизнь в стиле была трудной. В 1950 году Петр был признан в Советскую армию. Служил в войсках ПВО под Москвой. К тому времени относится и первая публикация стихов в газете «Красный воин». Они были напечатаны под псевдонимом П. Росин. В стране поднимались большие стройки и Петр Проскурен после демобилизации в 1953 году на родину возвращаться не стал, а поехал к тете в Грозный. Позднее он завербовался по оргнобору и отправился осваивать Дальний Восток. На Камчатке рубил и сплавлял лес. Был шофером и платагоном. В эти годы произошел и литературный дебют. В Хабаровске состоялось знакомство с журналистом Росным. Он прочитал некоторые работы начинающего писателя и помог ему с организацией первых публикаций. В 1958 году областная газета напечатала рассказ «Цена хлеба», а в большую литературу пришел молодой автор Проскурен. Петр Лукич к этому времени уже переехал в Хабаровск. Спустя два года местным книжным издательством был напечатан роман «Глубокие раны». Первое большое произведение начинающего писателя. В центре сюжета – судьба брянских партизан и подпольщиков. Герои – простые советские люди, для которых военное лихолетие стало проверкой на мужественность, отвагу, патриотизм. Книга понравилась читателям. Спустя четыре года состоялось второе издание этого романа. Небольшая книжка «Таежная песня» сборник рассказов в 1960 году вышла в издательстве «Советская Россия». Позднее эти произведения вошли во все собрания сочинений автора как образец его раннего творчества. В 60-е годы были очень плодотворными для писателя. Он создал несколько романов. Один из них – «Корни обнажаются в бурю», повествующий о жизни дальневосточных лесорубов. Роман «Горькие травы» увидел свет на сибирском издании. Московские издательства его печатать побоялись, так как в них Проскурин подверг критическому осмыслению состояния послевоенного восстановления экономики страны. После окончания высших литературных курсов в Москве Петр Лукич уезжает в Орел. В этот период из-под его пера выходят несколько крупных произведений «Исход» и «Камье сердолик». В Орле Проскурин задумал свои главные романы о Захаре Дерюгине, которые в итоге вылились в трилогию «Судьба», «Имя твое» и «Отречение». С конца 60-х годов окончательно перебрался в Москву. Его роман «Судьба» стал одним из самых знаменитых произведений 70-х годов в отечественной литературе. Основные события романа происходят в деревне Густище Зержского района Холмской области, а также в городах Зержск и Холмск. Названия населенных пунктов вымышленные. Подразумевается территория Севского района Брянской области, малая родина писателя. Первая книга романа «Любовь земная» время действия с осени 1932 года до конца 30-х годов. Вторая книга «Неотринь» время действия с июля 1941 года до весны 1943 года. Эпилог «Песня берез» время действия с августа 1943 до осени 1944 года. Роман повествует о судьбе многочисленных персонажей на фоне становления колхозов в СССР, событий Великой Отечественной войны и в первый год после освобождения Брянской области от немецких войск. За роман «Судьба» в 1974 году и за сценарий кинодиологии «Любовь земная и судьба» в 1976 году Петр Проскорин был удостоен звания лауреата Государственной премии СССР и России. Его фильм посмотрели более 100 миллионов зрителей. В 80-е годы – бурный период жизни Советского Союза. Петр Проскурин входит в редакционную коллегии популярного издания «Роман-газета» и много пишет. В это время издательство «Современник» печатает пятитомное собрание сочинений автора, своеобразный литературный отчет писателя. За творческие достижения Петр Лукич был удостоен высшей награды – звания Героя социалистического труда в 1988 году. В 1995 году Проскурин опубликовал роман «Седьмая стража», в котором рассуждает о глубинных причинах проблем русского народа. Последним романом писателя стала книга «Число зверя». Скончался Петр Проскурин на 74-м году жизни 26 октября 2001 года в Москве. Похоронен в Брянске. «У каждого свой крест, каждый должен знать свое и незачем обременять свои ноши другого». Петр Проскурин Отречение Редактор субтитров А.Семкин»